всем привет в эфире заметки о черкесии и у нас должен был быть полевой выпуск непосредственно на природе но к сожалению звуковая дорожка не удалась поэтому будем делать студийный выпуск мы расскажем в принципе то же самое и я покажу те видеоматериалы которые остались с места я думаю что особой разницы и не будет речь пойдет в нашем выпуске о византийском храме в лоо точнее у руинах византийского храма которые остались в лоо и которые сегодня доступны к посещению туристическим способом то есть нужно просто забраться туда посмотреть территория это не заброшенная туда ведут разные дороги есть пешая дорога прямо напрямую из поселка лоо вверх на холм но это в общем-то для тех кто любит бодро походить применить себе определенной нагрузки можно просто доехать туда на машине если поехать по улице таллинской от набережной трассы вверх постоянно то можно выйти там до самой гравийки в мимо вот этих посел и точнее дачных домиков нужно упереться в общем то в такой заборчик от него тропинка идет вправо и прямо вдоль по тропинке вдоль забора такого ограждающего это понимаю некая водосборное учреждение можно дойти прямо непосредственно для входа там такая будочка шлагбаум если не ошибаюсь 100 рублей берут за проход туда и вот может зайти на территорию посредственно византийского этого храма значит на сегодняшний день он представляет собой такую груду руин из которых наиболее хорошо сохранилась южная стена храма она достаточно высокая примерно метра два с половиной три стоит на на подпорках искусственно сделаны для того чтобы окончательно не завалится но его смотрится достаточно впечатляюще особенно вот из-за того что он находится на таком поросшим зеленью холмике с которого кое-где там через деревья можно увидеть в общем-то берег очень слышно хорошо то что дорогу там поезда проходящие море видно чем хорошо место сегодня сегодняшний день чистенько доступная единственный минус конечно это то есть там приходит многие паломники все разного рода все это все эти руины они забиты разного рода там колбочками маслицами какими-то свечками там иконками то есть современная церковь в общем-то среди местных греков и армян приписала эту церковь также какому-то святому своему и решила там проводить ритуалы и местных ходят но в общем кроме река да там было их особо не было никому не мешали что касается самого храма проводилась экспедиция в 1979 году воронов ее описывал в своей книге древности сочи и его окрестностей одна такая первичная экспедиция была самая большая прошла с 1987 по 91 год и была уральского государственного университета экспедиция под руководством профессора овчинниковой которая вот большую часть истории храма исследовала значит какая там история получается что храм этот типичный храм византийской культуры но именно стиля такого так называется он типичный храм византийской постройки но именно с упором вот местную культуру алана грузинскую то есть какая-то такая вот именно северо-кавказская специфика в нем схожая с храмами которые есть в том же архизе например в общем в десятом или одиннадцатом веке его строили но проблема оказалась в том что построен он был без учета рельефа местности без учета специфики местной сейсмической то есть он был очень высоким этот храм и в тринадцатом веке он был разрушен видимо землетрясением после чего примерно в век там ничего не было может какая-то циркушка маленькая и вот к 14 веку когда происходил такой христианский ренессанс на в этом вот на в этом регионе именно как бы прошла новая волна постройки храмов вот эти были такие внутренние локальные войны восточного западного стиле христианства и значит вот вообще в этом регионе в сочинском очень много туда строилась храмов и на его месте не реконструировали а скорее заново построили новый храм в том числе с использованием отдельных элементов старого храма там есть описание то что в основе фундамента лежат старый более старого образца блоки в том числе с разного рода граффити рисунками с греческими буквами вот сам храм представлял собой квадрат длиной примерно 20 метров шириной 12 у него было три входа со всех сторон кроме восточной были такие окна витражные то есть там находили в раскопках стекло узорчатое цветное вероятно она вот закрывала эти окна значит там есть и захоронение этих монахов то есть головой на запад с довольно малым количеством инвентаря вокруг храма они спасом с южной стороны и в общем точно установлено что функционировал он как раз таки до конца четырнадцатого века то есть вряд ли дольше потому что позже христианство под ударами османской империи стала уходить из этого региона вместе с генуэзцами которые здесь его как-то поддерживать сначала византийцы потом генуэзцы и когда пути сообщения оборвались и ислам стал проникать в этот регион то есть в общем-то храм зачах и был заброшен известно по некоторым раскопкам что в дальнейшем он то использовался местными уже как оборонительное сооружение то есть там был склад боеприпасов какой-то там в каких-то военных стычках частенько использовался сам храм для обороны ну то есть эти вот окошки резные там были забетонированы закрыты каким-то образом вот и вот постепенно таким образом разрушался так что только одна стена его и осталось в общем на этот живописный храм советую взглянуть это несложно в поселке лова в общем-то бы особо делать нечего поэтому я разнообразие можно и посетить такого рода исторические сооружения тем более что добраться туда несложно если ехать на машине то не займет больше 20 минут ну если подниматься наверно час вот дают не очень дорого стоит чем-то поможете сочинского национального парку поддерживать в порядке это сооружение на этом все делитесь друзьями ставьте лайки и оставляйте свои комментарии всем пока